Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим несколько самых ожидаемых фильмов 2020 года, а также поговорим о тех фильмах 2019, которые не поместились в предыдущий топ по этой теме. Подборка получилась весьма добротная, разнообразная в ней каждый найдет для себя что-то интересное. Кстати, друзья, если вы ищете что-то действительно интересное, могу посоветовать онлайн-платформу Wikium. Это замечательный проект, направленный на раскрытие потенциала человеческого мозга. Эксперты Wikium совместно с учеными и нейрофизиологами создали передовые тренажеры, которые способны развивать мозг в легкой игровой форме. Это поможет вам как в учебе, так и карьере. А после предварительного тестирования для вас будет разработана индивидуальная программа тренировок. В общем, друзья, если вы хотите развивать свою память, внимание или мышление, кликаем по ссылочке в описании. Ну что ж, начнем с фильмов 2020 года, первым из которых является «Кингсман. Начало». Это история о создании хорошо нам известной британской секретной службы. Сюжет же строится вокруг Конрада, молодого и наглого сына герцога Оксфордского и по совместительству одного из первых и самых талантливых оперативников в истории организации. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц. Я знаю, оторвешься в бой, но есть иные способы исполнить свой толк. Адаптация одноименного мультфильма 1998 года «Мулан» расскажет о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии Китая, противостоящей северным захватчикам. Дело в том, что император издал указ, который гласит, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии. Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. Это мой долг. Сражаться. Наконец, получил продолжение культовый фильм своего времени «Лучший стрелок» Топ-Ган Мэверик. Будучи непревзойденным пилотом с большим опытом, Мэверик все же оставил службу и стал заниматься обучением новичков. Но времена меняются, а вместе с ними меняется и подход к воздушным боям. Когда возникает угроза замены живых летчиков роботами, главный герой решает вернуться за штурвал и доказать, что никакие машины не смогут сравниться с реальными пилотами. Несмотря на прошедшие годы, тематика Первой мировой войны все еще является незабытой для кинематографа. Нас ждет картина под названием «1917-й». Британия вступила в мировую войну, отправив массу верных граждан на поля сражений. По сюжету, события должны будут развернуться в течение одного дня из фронтовой жизни молодых британских солдат. Фильм покажет, как юношей, которым выпало на деле доказать свой патриотизм, столкнуться с невероятными испытаниями. Завтра второй батальон неминуемо попадет в засаду. Твоя задача – доставить им приказ об отмене наступления до начала атаки. Если ты не справишься, мы потеряем 1600 солдат, включая твоего брата. Новая киноверсия знаменитого английского мюзикла «Кошки» расскажет о ежегодном сборище котов и кошек, которое называет себя племенем избранных. Они проводят грандиозный бал и выбирают вожака. Ему, достойнейшему из них, дается право попасть в кошачий рай, а затем переродиться. У каждого кандидата есть своя история, своя тайна и своя прекрасная песня. Далее у нас комедия под названием «Игры с огнем». Когда суровый начальник пожарной части Джей Карсон и его элитная команда спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не смогли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей и детей, они сталкиваются с тем, что их жизнь, работа и родное депо переворачиваются с ног на голову. Спускайте! Делайте, как говорю, прямо сейчас. Говорит сейчас! Приготовься к извлечению! Нет, стоп, стоп! Ух ты! Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби возвращается на большие экраны со второй частью Зомбилэнда – контрольный выстрел. Компания продолжает свое путешествие вглубь страны, и на этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад. Долгожданная, высокобюджетная, криминальная драма от Нетфликс, основанная на книге «Я слышал, ты красишь дома», что на сленге американской организованной преступности значит «красящий дома человек» – это киллер. Так вот, это история о Фрэнке Ширене по прозвищу Ирландец, которому приписывает убийство 25 гангстеров, в том числе и знаменитого активиста Джейми Хоффа, который однажды исчез при загадочных обстоятельствах. В нашем ТОПе есть и несколько анимационных фильмов, первым из которых является «Холодное сердце 2». По сюжету наши старые знакомые – Анна, Эльза, Кристофер, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф – должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. «Люблю я, знаете ли, комедийные фильмы ужасов? Я иду искать как раз один из таковых». Поведает картина о юной невесте, которая после замужества становится частью семьи своего новоизбранного любимого. Он богат и принадлежит к эксцентричному роду, где чтут вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру в прятки, в которой девушке придется бороться за собственную жизнь. «Я знаю, что ты здесь». «Ну, милая, ты застрелила прислугу». «По-твоему, она похожа на невесту в белом платье, Эмили?» Немного непонятны от того, что неясно, когда выйдет. Но от этого не менее ожидаемый полнометражный фильм по мотивам короткометражки «Кот-8». Согласно сюжету, 4% населения Линкольн-Сити обладают сверхспособностями. Эти особые люди живут за гранью бедности и пытаются ухватиться за любую работу. Вот и главный герой еле-еле сводит концы с концами, зарабатывая честным путем. Но ущемление прав особых заставляет его пересмотреть свои взгляды. Далее по списку детективный триллер с громким названием «Игра Ганнибала». Детектив Маршал арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек Саймона. Преступник страдает диссоциативным расстройством, в нем уживается несколько личностей. И одна из них – личность Ганнибала Лектора. Однако даже после ареста преступления с уликами, указывающими на Саймона, продолжаются. Неужели выдуманные преступником личности реально существуют? У него диссоциативное расстройство. Он перемещается между реальностями своих личностей, о которых даже не подозревает. И одна из них – личность Ганнибала Лектора. Экранизация шведского детективного бестселлера о раскаившемся преступнике и любящем семьянине Пике Хоффмане, который становится лазутчиком ФБР. Ради снисхождения со стороны правительства в отношении прошлых преступлений, он соглашается внедриться в одну из самых защищенных тюрем Швеции, чтобы попытаться разоблачить преступную сеть наркоторговцев, включающую высокопоставленных чиновников раньше, чем они разоблачать его. Что делать? Все идет по плану. Если мы докажем, что фентанил распространяется в государственной тюрьме, то генералу конец. Это твой шанс обрести свободу. Герои культовой комедии Джей и молчаливый Боб Перезагрузка возвращаются на большие экраны. Сколько лет прошло с момента выхода последнего фильма во вселенной этой компании, а они все еще в строю. Как и в прошлый раз, неугомонные приятели будут вынуждены отправиться в Голливуд после того, как узнают, что студия готовит новую экранизацию комикса о пыхаре и хронике, прототипами которых стали они сами. Я стала мамой. Живи глубокий вдох. Сейчас ты увидишь плод нашей игры. А я чет, наверное, закажу теста отцовства. Комедийная драма «Зеровиль» поведает историю 24-летнего студента Айка Джерома, который учится на архитектора, но при этом обожает кино. И вот однажды молодой человек приезжает в Голливуд, где, несмотря на склонность к аутизму, производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию. Становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается... Я вылетаю в Нью-Йорк работать над одним проектом. Я смонтирую твое кино. Каково это смотреть на мою смерть? Мне нравится, потому что я возвращаю тебя к жизни. Анимационная черная комедия о весьма необычной семье Адамсов, которая живет в обстановке вечного Хэллоуина. Их идиллию нарушает известная телеведущая реалити-шоу, которая хочет построить свой идеальный мир, где Адамсам нет места. Ко всему прочему, их дочь Уэнсди впервые идет в обычную школу, а сын Паксли готовится к большому спектаклю, на который съедутся все родственники. Сможет ли семейка справиться с этими испытаниями? Попробуй затянуть еще сильнее! Добрый вечер. Уэнсдей? Что это такое? Даже не знаю. Странно. Обычно оно идет в комплекте с клоуном-убийцей. Вы только посмотрите на этот актерский состав. Многообещающее, надеюсь, картина не разочарует. По сюжету фильма «Достать ножи» сразу после 85-летия, известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении. За расследование берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал. Ты что-то знаешь. Выкладывай. Чую тут грязный игрок. И сейчас все здесь под подозрением. Мистический триллер «Комната желаний» расскажет о влюбленной паре, которая решает переехать в уединенный особняк. Занимаясь ремонтом, они обнаруживают замурованную комнату, исполняющую любое их желание. Миллионы долларов, подлинник Ван Гога, чего бы они не захотели, все моментально материализуется. Однако, наигравшись вдоволь, молодая женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает. Уезжайте из этого дома, пока не поздно. Где новое колье? Всегда могу получить еще одно. И еще. И еще. Экранизация романа «Дон и Тарт», у достойного Пуллицеровской премии «Щегол». Согласно сюжету, мальчик-подросток Тео вместе со своей матерью-одиночкой оказывается в музее во время теракта. Парень сталкивается с умирающим стариком, который завещает ему великую картину 17 века. Память о трагедии, потеря матери и кража мирового шедевра начинает влиять на жизнь молодого Тео. И он начинает погружаться в подпольный мир искусства. Ты видел людей, когда был там? Да. Что они делали? Они были мертвы. После успеха собачьей жизни фильмы подобного рода потекли ручьем. Один из таковых является «Невероятный мир глазами Энсо». Это история псепа имени Энсо, который верит, что у всех собак, прошедших хорошую подготовку, есть шанс переродиться в людей. Он учится человечности, поддерживая своего любимого хозяина, автогонщика Дэнни, во время самых важных событий его жизни. Свадьбы и рождение дочери, краха надежды и перемен к лучшему. Хороший мальчик, иди ко мне. Наверное, здорово иметь тело, которое может выносить живое существо внутри. Надеюсь, он будет похож на меня. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Если да, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал. Будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok